Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие виды нарушений антимонопольного законодательства чаще всего встречаются в Самарской области? Чем закончилось исследование ситуации на рынке продажи медицинских товаров и лекарств? Как изменился уровень конкуренции в Самарской губернии за последние 10 лет? В нашей студии Леонид Пак, руководитель Самарского управления Федеральной антимонопольной службы России. Леонид Львович, здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Ну и для начала давайте подведем итоги работы Самарского управления Федеральной антимонопольной службы в 2021 году, потому что пресс-конференции, насколько я знаю, в этом году вы не проводили. Да, все верно. Традиционной пресс-конференции у нас не было. Обычно мы проводим дом журналистов. Но в связи с обстоятельствами итоги не подвели. Будем подводить их у вас. Давайте. Я очень рад. У нас отличная площадка для этого поговорить. В 2021 год у нас был, конечно, тоже необычный, как и 2020 год. Но уже мы привыкаем к этому. Пандемия, болезни и так далее. Внесли свои коррективы. Большому счету у нас с точки зрения показателей рассмотренных заявлений, дела, жалоб стало меньше. То есть в прошлом году жаловалось меньше. И людей, и граждан на все виды практически наших контролируемых законов, или, так скажем, субъектов, которые попадают под контроль. А с чем это связано? Это просто болезнь? Или это как-то законодательство менялось немножко? Нет, законодательство кардинально в прошлом году не менялось. Я думаю, это все-таки связано с меньшей активностью граждан и хост-субъектов. Ну, вот для примера. В отношении органов государственной власти нарушений было выявлено меньше. Это уже тренд, на самом деле. По 16-й статье вообще не было квалификации. Это когда сговор между хост-субъектами, органами государственной власти и органами местного направления. А по 15-й статье, где действия органов публичной власти влияют на конкуренцию, тоже произошло снижение. Потому что, мне кажется, есть планы на самом деле развития конкуренции. И уже органы стали более внимательно к этому относиться. Вообще стали больше внимать уделение, уделять внимание конкуренции. И понимают уже, где можно, а где нельзя, так скажем, принимать меры. Но и в отношении субъектов, которые занимают доминирующее положение, тоже обращений стало меньше. У нас были традиционно лидеры, это все-таки инфраструктурные компании, энергетики, газ и так далее. В прошлом году больше было обращений по ТКО. Жалобы на рекоператора. Потому что еще, несмотря на то, что уже достаточно давно идет реформа ТКО, реформа в этой сфере, все равно еще недостаточно прошло времени, наверное. Хотелось бы, конечно, интенсивнее. Но пока идут именно настройки отношений между рекоператорами. Рекоператор пытается посмотреть, как он должен работать на этом рынке, толкует что-то в свою пользу, а не в пользу потребителя, о чем мы ему всегда говорим. Если у вас спорная ситуация, толкуйте ситуацию лучше в пользу потребителя. Потому что издержки от дальнейших разбирательных, мне кажется, для них выше. Всегда хотелось бы, чтобы толковали ситуацию в пользу потребителя. Но это особенность капиталистической системы, потому что же деньги на кону в итоге. Да, поэтому мы говорим о том, что на самом деле тактически получается, что выгоду можно получить, а стратегически получается, что в конечном итоге потом последствия тоже негативные. Несмотря на то, что мы взыскиваем штрафы, это тоже бывает немало. А потом приходит такая организация, как ваша. Да, потом приходит просто наша организация, и мы привлекаем к ответственности. Идут риски репутационные, я считаю, в первую очередь. И потом уже санкции. Санкции тоже могут быть немаленькими, но репутационные риски, мне кажется, намного сильнее и сложнее, потому что у людей создаётся впечатление, что организация действует неправильно. И в определённых условиях уже многие начинают так думать. И когда отношения не складываются, они начинают жаловаться, писать. А это затормаживает. Переговорные процессы, вообще саму деятельность, этот мусор, ТКО, вот это всё формирование, это всё ложится потом на отношения между рекоператорами и потребителями. А так как мы смотрим потребителей не только физлиц, больше, наверное, даже юрлиц, хозсубъектов, то это потом уже ложится. И, так скажем, те не на их работу, они вынуждены какие-то издержки перекладывать на потребителя уже в цену товара. Что тоже не очень хорошо. Вы сколько собрали по итогам 2021 года? Какая сумма штрафов была? По итогам прошлого года, конечно, получилась рекордная сумма штрафов за всю мою историю, которую я помню. Это получилось почти 200 миллионов, без 50 тысяч рублей. Было оплаченных штрафов. Но надо отметить, что... Пятая часть миллиарда. Да, пятая часть миллиарда, это очень много. Это очень много. Это очень много. Это в связи с тем, что у нас в прошлом году вступили судебные акты в силу, которые оспаривались, наши решения оспарились в суде, суды и судебные акты вынесли решение в нашу пользу, и уже субъекты вынуждены были оплачивать. А дела, они длились, конечно, с 2019, с 2018, с 2020 года. То есть там разные периоды, разные длительности. И вот так сложилось, что все штрафы, большая часть, условно говоря, на эти штрафы наложены нами за 2019-2020 год, так скажем. Оплата прошла в 2021 году. Я думаю, вот в этом году будет намного меньше штраф, потому что в 2021 году мы меньше дел рассматривали в связи, как я уже сказал, снижением заявлений, в принципе, снижением активности и в меньшем рассмотрении дела, соответственно. Кстати, Леонид Леонидович, а куда эти деньги идут? Эти штрафы, они идут потом в федеральный только бюджет, или немножечко остаются вот на региональном уровне? Да, к сожалению, маленькая часть остается на региональном уровне. Это только штрафы, связанные с законодательством рекламы. А вот самые крупные штрафы, за нарушение антисампольного законодательства, а вот эти штрафы были связаны со сговорами на торгах, как правило, они идут все в федеральный бюджет. Не очень, конечно, мне кажется, справедливая модель, потому что если нарушение происходило на какой-то территории, то логично было бы, чтобы и средства от этих нарушений оставались на территории, чтобы в дальнейшем можно было их использовать для нивелирования последствий вот этих нарушений. Но пока законодательство не поменялось налоговое, Кодекс инициативный предполагает, что все-таки оплата штрафа, бюджетный кодекс, оплата штрафа происходит в основном в федеральный бюджет. Но, кстати, это повод для вас встретиться с нашими народными избранниками, законодателями, и, например, чтобы могли они выступить с законодательной инициативой, и чтобы вот эта доля, она была побольше. Обязательно, при встрече мы, конечно, скажем о том, что есть такое. Но это на федеральном центре все должны осматривать и оценить. Безусловно, это не региональный уровень. А вот как вы сказали о том, что пандемия снизила количество жалоб? Что еще изменило пандемию в вашей деятельности? В пандемии, ну, конечно, много дел стали рассматривать в режиме онлайн. Очень много и жалобы, и дела. Это, в принципе, удобно и позволяет участникам процесса подключиться добросовестным и участвовать активно. Но есть большая группа, не то что значительная группа недобросовестных, которые не участвуют, а просто жалуются и жалуются. Их сразу видно, они, то есть, не выходят на связь, мы их не видим. Если раньше можно было говорить о том, что мы просто территориально далеко находимся, там, на Алтае, на Дальнем Востоке, не можем подключиться к Калининграде. А сейчас, пожалуйста. Ну, вместе с тем видно, что не всегда это так происходит. Но жалобы по 44-му закону у нас стабильно много. Давайте озвучим нашим зрителям 44-й ФСЗ, что это такое? 44-й ФСЗ закон, это закон о контрактной системе, это связан закон с контролем за расходами бюджетных средств. И здесь жалобы, в принципе, стабильные, и штрафы стабильные, потому что закупок много проходит, тем более сейчас идут национальные проекты, их еще больше финансирование увеличивается, и поэтому, наверное, с этим и связано обострение конкуренции на рынке бюджетных закупок, потому что на рынке конкурентном, где нет бюджетных средств, конкуренция, к сожалению, снижается. Леонид Востокович, а вот вообще в целом, какие виды нарушения анцимонопольного законодательства чаще всего, чаще других встречаются в Самарской губернии? И изменилось ли их количество на фоне пандемии? В целом, наверное, кардинальных изменений нет. У нас также продолжает поступать обращение граждан за нарушение законодательства, в сфере инфраструктуры, это подключение к сетям, летосетям, тепловодосетям. То есть вот сразу мы тогда подчеркнем для наших зрителей, что если у людей появляются вопросы, связанные с подключением к инфраструктурным сетям, то это к вам жаловаться? Да, и лучше делать это сразу, не тянуть и не ждать, когда у них разрешится эта проблема. Потому что часто бывает, что, ну, надо признать, люди, когда хотят подключиться, они сами свои сроки устанавливают и двигаются по ним, потом их меняют. Такое тоже бывает. Но если у вас возникли, так скажем, трудности с взаимоотношениями с хост-субъектами, которые вам поставляют ресурсы, лучше сразу не тянуть и на этом этапе разобраться и сказать, что вы делаете что-то не так. Можно сказать сначала хост-субъекту. Но обычно, если хост-субъекты видят, что активные позиции потребителей, они начинают активно, соответственно, реализовывать свои обязанности. То есть они начинают работать лучше по-русски? Да, но если все-таки нет, то тогда добро пожаловать к нам. У нас на сайте все размещено, как обратиться по этому случаю. Да, вот хотел сказать, технология какая? Технология, да, на сайте размещена информация, есть типовые даже заявления. Там необходимый набор документов, необходимо приложить к нему, чтобы мы рассмотрели эффективно и быстро. Поэтому зрители могут посмотреть, как только отклонения возникают, направлять нам. Сейчас вот в преддверии, так скажем, начала сезона подключения строительных работ, лучше сделать это сейчас, а не ждать, когда наступит осень. И потом уже, конечно, это тяжело. И в социальном плане люди ожидали, что в августе или в ноябре подключатся, а тут бах, подключения нет. Мы рассматриваем тоже не как пожарная команда. Мы достаточно быстро это делаем, но все равно процедура административная предполагает, что мы должны все оценить и понять, виноваты они, не виноваты, потому что потом за этим последует санкция. Вот, поэтому эта группа нарушений, она такая же. На рынке рекламы нарушений стало меньше, потому что активности меньше, я так понимаю, экономической, и поэтому активность рекламы меньше. Очень много жалоб у нас на спам-рассылку так называемую. Это и звонки, и смски, и так далее, и там подобное. Конечно, здесь максимально надо работать с оператором связи, и у многих операторов связи есть такие размноженные сервисы, функции настройки в личных кабинетах, я сам специально пробовал, где можно отписаться, отказаться, либо вообще заблокировать получение тех или иных звонков. Сейчас очень много сервисов работает на эту тему, незнакомые номера не принимаются, ну и так далее. То есть здесь одна сторона медали техническая, а другая сторона, это уже административная, когда люди действительно получают все эти звонки, здесь важно все зафиксировать, потому что когда звонок поступил, и лицо нам пишет о том, что вот, мне поступают звонки с одного и того же номера, о том-то, о том-то, и это мне не нравится, я не давал согласия. Мы ничего с этим, конечно, сделать не можем. Необходимо делать аудиозапись, необходимо делать скриншоты смс-сообщений, сообщений любых других, которые поступают к ним без их согласия, и именно с рекламой. Информация, условно говоря, о погоде, о природе и так далее не является рекламой. Реклама – это когда продвигается какой-то товар, когда потребителю хотят что-то продать, когда агрессивно навязывают, покупаете, приобретаете. В общем, делают это активно, достаточно с ценами, с телефонами, с адресами, ну и всякими важными. То есть вот когда мне, например, приходит звонок, ну, я сталкивался с этим лично, здравствуйте, сегодня наша медицинская компания там готова у вас принять и найти у вас какие-то болезни с большой скидкой, либо даже бесплатно, лечить, конечно, предполагают платно, то это неправильно. Я правильно понимаю? Все верно, все верно. Когда они это вам навязывают, когда вы не давали на это согласие, то тогда это нарушение закона о рекламе. Это можно делать только тогда, когда были в этой клинике, и там остались свои согласия. По такому телефону прошу меня информировать об акциях, скидках, рекламах, или об моих результатах, моих каких-то исследований и так далее. Тогда это совершенно законно делать медицинская компания. Но часто мы видим, происходит какая-то утечка или передача данных третьим лицам. И третьи лица передают данные, и вот уже начинается, так скажем, ценовой таргет, таргетирование. Мне кажется, потребители уже должны понимать, что у нас постоянно таргетируют предложениями и ценами везде, начиная вот с таких услуг работы, кончая, заканчивая тем, что мы идем и видим в торговых сетях, когда приходит в магазин, даже маленькие наклейки с ценами – это тоже ценовой таргет так называемый. Поэтому надо внимательно делать осознанный выбор. И, соответственно, как ответственному потребителю покупать только то, что тебе нужно. Ну да, и, соответственно, в этой ситуации, то есть мне нужно нажать кнопочку «Запись». Да, я так и делаю. Я ставлю на громкую связь и включаю запись. Есть такая функция, есть такие приложения в телефонах тоже. Да, я говорю, минуточку, у вас плохо слышно. Делаю паузу и включаю запись. Ну, когда есть время и желание. Когда этого нету, я просто, конечно, не беру трубку и все. Ну, понятно, понятно. И если, скажем так, есть желание посудиться или там, ну, сделать так, чтобы тебе не желание доставали? Ну, исключить, да. На самом деле задача и цель-то не судиться, безусловно, у всех наших граждан, а задача, чтобы просто ушла это назойливая реклама или жала назойливая информация, которая отнимает время. Время – невосполнимый ресурс, а люди на это тратят. Основная задача в этом. И поэтому, в определенных случаях, люди, я знаю, добиваются того, чтобы прекратились такие различные действия. Но в некоторых случаях, конечно, это надо делать медицинским способом. Потому что, как сказали экономисты одни, при исследовании зарубежные, они сказали, что если степень доверия в обществе вырастет, хотя бы там, по опросу населения, на 20%, то ВВП вырастет автоматически на 10%. Да, вот в России, говорят, для сравнения, по сравнению, допустим, с скандинавскими странами, не буду говорить, какими, степень доверия может вырасти, по сравнению с ними, на 60%. То есть у них вот ноль, а у нас рост на 60% может быть. Вот если у нас вырастет на 60%, степень доверия к обществе, к друг другу, то тогда ВВП вырастет, соответственно, процентов на 50%. Это потрясающе, на самом деле. А потому что тогда люди начинают доверительно с собой разговаривать и уходят эти все административные барьеры. Все начинает быстрее работать. Да, все начинает быстрее, эффективнее работать. И все. И нет вмешательства государственных органов. Вы правильно сказали. Время – это невосполнимый ресурс. Да. Это самый главный ресурс. Вот в последние 2-3 года я заметил, ваше ведомство, как показалось со стороны, уделяет повышенное внимание строительной отрасли. А это с чем связано? Это на самом деле потому, что в этой отрасли у нас есть большое количество национальных проектов. Со стройкой связаны проекты, связанные в здравоохранении, в образовании, в доступном комфортном жилье, с дорогами безопасными. И, соответственно, очень много бюджетного финансирования происходит в этой отрасли. И я уже говорил неоднократно, что не мы одни, а и правоохранительные органы, и другие контролирующие органы пристально внимания уделяют всем этим отраслям. И мы, обмениваясь информацией, видим тельные нарушения и выявляем. Как раз вот сейчас штрафы, они были связаны не в этих сферах, где были реализованы национальные проекты. Поэтому здравоохранение, образование, строительство, оно у нас всегда практически на учете, на контроле. Мы более внимательно смотрим все документы, поступающие на эти тематики. Вот, кстати, если говорить по здравоохранению, проводились исследования ситуации на рынке продажи медицинских товаров и лекарств с начала пандемии? И какие-то выводы делались? Да, проводились, конечно. Мы проводим и в сфере лекарственных препаратов, и в сфере продуктов питания, об этом скажу позже. Но надо понимать то, что мы, как регулятор и контролер, делаем уже реактивно это все. То есть тогда, когда уже цена выросла, население начинает возмущаться, или потребитель начинает говорить о том, что что-то неадекватно. И мы начинаем выяснять причины, следственные связи всего этого происходящего. Пока, с учетом того, что есть определенный высокий спрос в этой сфере, мы не видели каких-либо злоупотреблений со стороны участников этого рынка. В основном мы изучали это средства медицинских изделий, это маски были у нас. Сейчас мы изучаем ПЦР-тесты, поручение исправительства на этот счет, который предложил нам и дал поручение изучить вообще себестоимость ПЦР-тестов. Меня, как потребитель, конечно, тоже удивляет, почему он такой высокий по стоимости. Но надо понимать, что это что-то новое, что технология отрабатывается, и хозсубъекты, пока рынок еще не устаканился, или, так скажем, конкуренция не развилась настолько, чтобы можно было найти производителей, поставщиков, соответственно, этих лабораторий, которые делают. И тогда, наверное, цена будет тихонечко снижаться. Немаловажный фактор в этой ситуации – это административные барьеры. Мы все с вами понимаем, что без ПЦР-теста сейчас никуда невозможно практически попасть. Почему, мы не знаем, это медики на это отвечают. Но вместе с тем, если ты сделал приивку, QR-код показывает, что ты можешь пройти. А если ты несовершеннолетний, у тебя вообще вариантов нет, ты никуда не можешь пройти, ну, условно говоря, пойти в лагерь, там, санаторий, профилакторий, базы, еще куда-то, если нет ПЦР-теста. То есть должен быть ПЦР-тест. И получается вот эта большая группа потребителей повышает спрос. Если бы не было такого административного барьера, сейчас начнутся вакцинации, в том числе и подростков, тогда, наверное, будет снижение на рынке ПЦР-тестов, потому что люди сделали прививку, у них есть QR-код и все. Потому что до настоящего, до долгого времени, несовершеннолетние, до 18 лет вообще не могли получить QR-код никаким образом. Сейчас вот нанесены изменения, и сейчас это, насколько я понимаю, я не специально с этой области, но слышал, как руководитель, о том, что, да, будут выдаваться в том числе и лицам младше 18 лет. И опять же барьер административный. Если у тебя есть, допустим, тест на антитела, возможно было бы сказать о том, что тебе не нужен ПЦР-тест. Кстати, тест на антитела определенного типа, они дешевле, чем ПЦР-тест. Вот тоже показатель того, что, да, есть административные барьеры, цена сразу стоит. Это везде так. То же самое, вот, кратко скажу о продуктах питания. Да, вот, кстати. Такая же абсолютная система. Если какие-то административные барьеры срабатывают, то тогда цена, соответственно, изменяется. Ну, на примере подсолнечного масла и сахара в прошлом году, когда рост цен произошел, да, административное воздействие произошло, государство поставило заградительные, так скажем, ввозные пошлины, либо квоты. И рынок более-менее стабилизировался. Безусловно, вот мы вчера, я участвовал в совещании под представителем губернатора Милича Азарова, и там об этом все говорилось. Все-все прекрасно понимают. И были, я считаю, правильные поручения даны на локальном уровне, региональном уровне о том, что необходимо сделать для того, чтобы не допускать последующего роста цен, в том числе необоснованно. И даже не более скажу, не то что повышение, а снижение цен. Действительно, предпосылки к этому есть. Сельское хозяйство развивается, если брать там продуктовую корзинку, очень много в ней находится сельхозпродукции. И если грамотно и правильно организовать работу сельхозпроизводителей и товаропроводящих путей, когда сельхозпроизводители могут свободно доставлять товары до потребителей, тогда, безусловно, да, и цена будет, соответственно, самая справедливая. Здесь основная задача это сделать наполнение. И вчера было озвучено губернатором о том, что необходимые поручения данным сельхозу рассмотреть вопросы субсидирования тех или иных производителей сельхоза для того, чтобы они могли их поддержать, чтобы стимулировали их, чтобы они как можно больше продукции выпустили. Я знаю, Самарская область в последнее время по сельскому хозяйству достаточно хорошо продвинулась. И даже много товаров у нас, сельхозпроизводители, отгружаются в другие регионы. Есть, конечно, какие-то проблемы определенные, но это специфическая тема. Мы же, как антитампольный орган, можем тогда реагировать, когда есть сговоры. Это штрафы собраны за сговоры, эти 200 миллионов в основном. Но сговоры среди большого количества хозтоваропроизводителей, они маловероятны, а уж тем более торговых сетей. А вот торговые сети не устраивают сговоры? Торговые сети, им очень сложно договориться, потому что их много. Сейчас правительство с целью Федеральной антитампольной службы нам дано поручение, так скажем, вести работу с торговыми сетями для того, чтобы они посмотрели на свою линейку, так называемую матрицу на прилавках и выбрали какие-то социальные группы товаров, на которые можно было сделать минимальную наценку. Я об этом сказал в начале передачи, о том, что это ценовое таргетирование на самом деле. То есть действительно мы все прекрасно понимаем, что магазины самообслуживания работают специфическим образом. Каким? Человек приходит за определенным товаром, конкретным товаром, но под спудом он берет что-то еще. И здесь вот ценовое таргетирование на это и нацелено. Вообще принцип магазина самообслуживания на это и нацелен. Потребляд приходит за одним товаром и попутно покупает те товары, которые приносят большую маржу для этих производителей или продавцов. И я в этой ситуации считаю, что федеральные сети уже подписали или, так скажем, продекларировали о том, что они будут ставить социальные наценки не более 10% на социальные группы товаров. Это так называемый борщевой набор в том числе. Крупы входят, овощи определенные, мясо. Но я прекрасно понимаю, как человек, который занимается в этой отрасли экономикой, что они это здесь поставят, это безусловно, но они будут это перекладывать в какие-то другие товары. Либо будут стимулировать все равно, чтобы продажа в других позициях была. И все равно они постараются, чтобы у них операционная прибыль была соответствующая. На самом деле это определенная маркетинговая история. И с другой стороны это поддержка социальных групп. Мы все прекрасно понимаем, что невозможно сделать товары для всех недорогими. Основная группа социальная, которая требует поддержки от общества, это социальная группа незащищенная. Та, которая получает доходы ниже прожиточного минимума, которых не хватает денег на оплату жизненно важных, так скажем, ресурсов товаров и услуг. Все остальные, которые здоровы и могут работать, должны просто больше зарабатывать. Это же и справедливо, я вам так скажу. То есть, условно говоря, понятно, что наценка на крупу и на молоко должна быть минимальной. Но, например, наценка на дорогой алкоголь и на дорогой табак. Абсолютно верно. Но вместе с тем... Справедливо, потому что она будет большая. И так далее. То есть, речь идет о социальной группе товаров, та, которая некрасиво упакована с какими-нибудь стразами, с чем-нибудь еще. Это просто самый обыкновенный товар, который нормального качества, потому что он прошел все исследования. Который можно купить не фасованным, это дешевле. Который можно приобрести и дома его помыть, это тоже должно быть дешевле. И так далее. Согласен. Вот именно о таких группах товаров речь идет, когда торговые сети говорят о том, что они будут устанавливать. И для местных торговых сетей, я тоже считаю, и даже не только торговых сетей, а вообще любых продавцов, это способ действительно продвижения своего товара. И я вот вчера, еще раз повторюсь, поприсутствовал на этом совещании губернатора. Я считаю совершенно правильно дано поручение о том, чтобы проработали эту возможность для того, чтобы и местные производители могли, и местные продавцы, и небольшие магазины могли транслировать это все у себя в магазинах. И об этом было известно потребителю в первую очередь, чтобы потребитель мог узнать о том, что да, вот в этом конкретно маленьком магазине, даже если он не торговый, не является торговой сетью, можно прийти и что-то купить со скидкой. Потому что, ну, неизбежно, мы уже так привыкли, как потребители. Мы идем, покупаем и что-то берем еще, то, что мы не планировали. Ну, условно говоря, побаловать себя любимых. Это не связано никак с выживанием, это просто что-то для удовольствия. Что-то не связанное с борщевым набором или социальной группой товаров. Леонид Леонидович, вот ваша оценка, как изменился уровень конкуренции в регионе за последние, ну, 10 лет? Вот какие тенденции? Знаете, я давно думал об этом, и мне кажется, что тенденция такова, что конкуренция, конечно, на пленых рынках будет снижаться. То есть мы, очевидно, видим снижение конкуренции на рынке нефтепродуктов. Она, с одной стороны, присутствует, это безусловно, но с точки зрения количества хозсубъектов, работающих на рынке, их становится намного меньше. Ну, понятно, на самом деле есть несколько крупных игроков. Это общий мировой тренд. Если вспомнить и взять таблицу, которую мы исследования проводили, там, 8-10 лет назад, у нас было порядка 300 хозсубъектов, которые занимались рынками нефтепродуктов. Их было очень много, были маленькие заправки, вообще без надписи, просто со словом «бензин». Вот, сейчас же практически такие... Бензин там, правда, был сомнительный тоже. Да, были такие периоды, бензин был сомнительный. Если сейчас говорить, то сейчас практически приобрести бензин сомнительно очень сложно. Государственное регулирование таково стало, что и на всех этапах добычи, переработки все стало сложно. Это только если он какой-то совершенно незаконно полученный, так скажем. Ну да, и заправка какая-то такая. На каком-то этапе. Заправки сейчас практически все работают, то есть там вариантов особых нет. Ну да, там скорее не дольют такой иногда бывает. Но я говорил о том, что эта тенденция была на этом рынке давно понятной, потому что если посмотреть на рынок Европы, а мы сильно тяготеем к нему, то там в основном заправки все крупных холдингов. Там нет заправок вообще маленьких, вот какие у нас еще сохранились. Такая тенденция есть в других каких-то странах, где вообще можно поехать и купить заправку вместе с журналом каким-нибудь или газетой. Уже газет даже нету, можно с жвачкой купить, где-то попутно заправиться и дальше поехать. Они были встроены в домах, где угодно. Но у нас нормативный гулянт такой, что не позволяет строить заправки в печатных изданиях или в жилых домах, или в каких-нибудь киосках местных там с продажей фруктов, овощей. Такие нормы, которые не позволяют это делать. С учетом этого рынок развивается таким образом, что конкуренция здесь снижается. Важная конкуренция должна, наверное, все-таки быть на рынке товаров, работ, услуг, которые в повседневном использовании. Здесь, конечно, большая задача органов местного управления. И вчера тоже было об этом сказано. Это было сказано через призму того, что необходимо все-таки еще раз посмотреть и помочь. Где-то местонарные торговые объекты, где-то упорядочить работу ярмарок, где-то какую-то оказать им помощь. На самом деле, я вот как простой обыватель понимаю, что для них вот сейчас эта помощь, она была совершенно элементарной. Вот прямо сейчас, сегодня. Это просто почистить снег вокруг этих заведений. И тогда все, к ним уже хотя бы потребители пойдут. Сейчас элементарно подъехать не могут, встать не могут и дойти уж тяжело. А если будет почищен снег вокруг всех этих вот социальных объектов, которые работают на то, чтобы можно было купить товар, это уже было бы под спорь для этих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот об этом вчера и был разговор о том, что все муниципалиты должны обратить на это внимание. Дороги почистить, конечно. Но вот поддержка субъектов малого и среднего заключалась бы в том числе и в этом. Леонид Леонид Иванович, осталось прям совсем немного времени. Вы известны как борец, системный борец с неэтичными приемами в рекламе. Вот на ваш взгляд, за последнее время этот рынок стал более таким этичным? Мне кажется, в общем-то да, рынок стал более, так скажем, на мой взгляд, понятным и цивилизованным. Уже не очень много субъектов пытаются, как модно сейчас уже говорит, хайповать на рекламе, делать какие-то вбросы такие, которые просто привлекали эпатажная какая-то реклама. Но я еще раз говорю, что на самом деле очень много людей креативы, это можно использовать очень хорошо и красиво, и продвигать свой товар очень изящно. Но при этом ниже пояса не опускаться. Не опускаться, да, не нарушать требования нормы, этики и морали, которые прописаны в законе о рекламе. Ну что ж, спасибо за интересную и содержательную беседу. С вами очень интересно общаться, но, к сожалению, время программы подошло к концу. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся вновь, вы расскажете о том, как работает антимонопольная служба, потому что, на самом деле, это нам всем идет на пользу. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был Леонид Пак, руководитель Самарского управления Федеральной антимонопольной службы России. Удачи в делах, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова